1-1, два разных тайма. Что можешь в целом сказать об игре? Тяжелая игра получилась. Понятное дело, мало тренировались вместе с таким составом. Всего две тренировки провели, поэтому тяжело было какие-то связи. Конечно, мы наигрывали связи, но мало времени, чтобы все это закрепилось у нас. Старые ребята все старались. Моментами что-то получалось, моментами нет. Еще и поле не самого лучшего качества тоже мешало. Поэтому для первой игры в таком составе, я думаю, нормально. Что сказал Олег Георгиевич после матча? Самое главное, что на таком поле никто не получил травм. И для первой игры более чем в таком составе. Кажется, что было слишком душно. Ну, конечно, было душно. Нам заранее предупреждали, что будет жарко. Ну, ничего, это футбол. Им тоже было жарко, наверное. Получилось два зеркальных тайма. Сначала они забыли быстрый гол, потом мы. Что думаешь по этому поводу? Да не знаю, рабочие моменты. Я же говорю, поле не самого лучшего качества. И нам это немного в одном моменте помогло. Не буду просить оценивать игру вратаря сборной Египта. Но показалось, что они излишне рисковали. И вот как раз один из таких моментов закончился голом. Делали ли тренерский штаб при разборе соперника на это упор? Или это вот просто было в сегодняшнем матче именно так? Да нет, я думаю, это в сегодняшнем матче так упор на это не делался. Потому что там вратарь у них переигрывает. Сегодня, видимо, так решил им поиграть. Что сказал в перевере игры, что игра так резко поменялась. И сначала сравняли счет, а потом были близки к тому, чтобы выйти вперед. Я думаю, замены освежили игру. Сделали 4 или 5 замен, вышли свежие ребята. И игра немного улучшилась. И начали двигаться еще быстрее. В конце ты совершил несколько сейвов. Из-за врата было сложно. Надо будет это все пересматривать. В целом, как-то можешь вспомнить эти моменты? Да, обычные моменты. Ничего сверхъестественного. Это моя работа. Виталий Кафанов остался со второй группы в Москве. Может, уже что-то написал или еще не связывались? Не, я еще не брал телефон, не видел. Я думаю, обязательно свяжемся. Сейчас после игры поговорим. По горячим следам обсудим кое-какие моменты. Ты сегодня вывел сборную с капитанской повязкой. Какие чувства испытал, когда узнал о том, что будешь капитаном сегодня? Ну, узнал уже непосредственно о раздевалке. Но это большая честь в любом случае выйти с капитанской повязкой. И большое спасибо тренерскому штабу за доверие. Я очень благодарен и, конечно, я очень счастлив. А как узнал, что внутри было, когда тебе об этом сказали? Ну, в основном гордость. И волнений никакого не было. Была уверенность, что надо помочь ребятам, которые впервые приехали в сборную. И как-то немного помочь адаптироваться. На сборах очень сейчас много футболистов. Вчера, когда летел самолет в Каир, казалось, что многие игроки, новички стесняются. Видел ли ты это? Пытался ли там кому-то помочь адаптироваться, раскрепоститься? Да, со всеми немножко общались, разговаривали, смеялись, шутили. И, как бы, я же говорю, поэтому еще до капитанской повязки, так сказать, помогал ребятам немножко адаптироваться. Что можешь сказать по игре сегодня? Ну, по игре могу сказать, что тяжело. Вы знали, что будет тяжело, понимали это, потому что все-таки погода влияет в любом случае, потому что мы приехали с совсем другой погодой. Но мы на это не делаем скидки никакие, но просто говорю то, что было, на самом деле тяжело. Но второй тайм намного легче стало играть. И я думаю, что по игре это ощущалось и было видно. По стартовым минутам показалось, что сначала взяли инициативу, а потом как будто быстрая атака и пропустили гол. Как смотрелась игра, именно старт, когда ты находился на поле? Ну, первые 10 минут достаточно хорошо начали, даже, наверное, на 15 минут. Потом немножко где-то ребята, в общем, все подсели. И да, какой-то момент там случился. На самом деле он единственный, там два момента, может, у них было каких-то. И вот один из этих моментов, получилась контратака, и они забили. Впереди вторая игра с Египтом. Какой главный вывод ты сделал по этой игре, который должен помочь команде победить в следующий раз? Да просто немножко спокойнее отнестись к этому матчу и подойти намного, ну, спокойнее, увереннее, в первую очередь, к следующему. И я думаю, что плюс еще потренируемся вместе, это пойдет на пользу в любом случае. Еще узнаем больше требований, которые Валерий Георгиевич просит от нас. Я думаю, что следующий матч должен быть сильнее.